В 2017 году на ярмарке Московской галереи в Лондоне посетители музея современного искусства поразил необычный арт-объект. Неваляшка Агата, автор которой скульптор Григорий Орехов предлагал вспомнить о детстве и просто поностальгировать. Идеальная форма и минимализм отличают работы потомственного художника Орехова, который в 2018-м стал автором проекта въездной группы в Денцовском районе. Новый объект пришел на смену арке Старая Смоленская дорога. Говоря о малых текстурных формах, мы ищем всевозможные формы не только в классических пониманиях скульптур, которые можно подставить и смотреть, но мы ищем всевозможные новые интерпретации местонахождения и дизайна этих форм, которые смогли бы наш район и нас сделать особенными. Почему вот здесь кольцо? Было предложение, единственное вот это место, где можно поставить, потому что там, где поставила арка, мне изначально Кирилл Александрович предложил сделать что-то в виде арки, чтобы сохранить, но там стоит звукоограждающий барьер, который не дает возможности вообще что-либо поставить. Перенести его, как вы понимаете, это практически невозможно на федеральной трассе. Поэтому выбрали именно это место единственное. Стелла весом в полторы тонны выполнена из нержавеющей стали. Это излюбленный материал скульптора, буквы в центре круга имеют подсветку. Еще один въездной знак, знаменитая птичка, символ Московской области, установлен на Рублево-Успенском шоссе. С этим проектом скульптор одержал победу на подмосковном конкурсе. Там другой проект, я ее назвал Стелла-птица, или как ее называют, галочка. За основу я взял советский символ, то есть все стеллы въездные в Московскую область были в виде маленькой галочки. Я это переработал, ну и сделал немножко по-своему, по-другому. Ну, чтобы сохранить и традицию Московской области, и также это сделал все в современных материалах. Там использован стеклофибробетон, это тоже, можно сказать, вечный материал, и нержавеющая сталь. Въездные архитектурные стеллы Григория Орехова установлены на 12 федеральных трассах Подмосковья. Кроме того, его авторству принадлежат несколько фонтанных комплексов в Москве и Московской области. Для жителей Одинцовского района знакомство с творчеством Григория Орехова началось со въездной группы и вызвало бурю комментариев. Обычно негативные комментарии пишут люди с определенным характером, я бы так сказал. Нужно посмотреть, сколько было лайков поставлено под этой фотографией, гораздо больше, нежели негативных комментариев. Как отметил главный архитектор Кирилл Завражин, сотрудничество с Григорием Ореховым будет продолжено, тем более, что скульптор – житель Одинцовского района. Григорий своей главной задачей считает приобщение горожан к искусству, рождая новое восприятие лаконичностью форм оригинальных скульптур и арт-объектов.